Дежурная бригада Поднимает настроение не только будущим родителям, но и всем прохожим Тем временем Флюра Бакиева, прогуливаясь по базе Динамо, заметила вот такое снежное чудо Старичок-лесовичок Природа его создала, ну а люди чуточку доработали Ну а телезрительский кадр дня у нас нынче от Натальи Сухининой И это снеговик-гигант, которого слепили рядом с домом номер 13 по улице 9 мая Ну вот и они, неизбежные последствия оттепели Не сказать, что в ферме уж так сильно повысилась температура воздуха Но тем не менее, здесь, на Глеба Успенского, 15, мы наблюдаем, как с крыши уже свисают огромные сосульки Тротуар находится где-то в паре метрах от дома Но если такая, полутораметровая, начнет падать, то отскочить может куда угодно Не говоря уж о том, что разбить окно или же балконный козырек Так что без вмешательства коммунальщиков здесь никак не обойтись Что называется во избежание Когда-то, в советские времена, это было довольно-таки обычным явлением Мы даже внимания особо не обращали Но сейчас окна, обклеенные снежинками, это большая редкость для Перми Так что, когда мы такое видим, то сразу его замечаем Январские праздники уже все закончились А посмотришь на такое окошко, и снова тебя посещает новогоднее настроение Вы, наверное, уже заметили, что в Перми начали устанавливать новые контейнерные площадки Современные, хорошо оборудованные, которые даже смотрятся как-то по-другому, более цивилизованно Так вот, возникает вопрос Откуда при их наличии в тех же самых местах берутся несанкционированные мусорные свалки? К примеру, как здесь, на Чкалово, 44 Контейнеры есть, они полупустые Площадку видно издалека И все же некоторые местные жители не доносят до нее бытовые отходы и прочий хлам Выбрасывают прямо здесь же, чуть ли не посреди дороги После выхода нашего сюжета местные жители по-прежнему делились с нами фотографиями На которых было видно, что мусора неподалеку от контейнерной площадки становится все больше и больше Но через некоторое время свалку все-таки ликвидировали Но только ту, которая находилась рядом с проезжей частью А вот под этим огромным сугробом все осталось, как и раньше И спиленные ветки, и бытовые отходы Что, в общем-то, вполне устраивает местных обитателей Грызунов, которые чувствуют себя здесь очень комфортно Ну, прям, как дома Народная примета дежурного продолжает действовать Если в Перми на улице потеплело, то обязательно жди встреч со снеговиками Ну, вот она у нас и произошла На территории детского сада «Компас» Немного подтаявший, без классического носа морковки Но вполне подходящий для кадра с сегодняшнего дня А сейчас пришло время назвать имя очередного победителя нашего конкурса На лучшую новость недели И это Яна Ширинкина, от которой мы узнали о том Что одна из ледовых скульптур на выставке «Зимний вернисаж» Таит небольшой секретик Итак, внимание! Рыбка, застывшая во льду Она совсем маленькая, чуть заметная Но если захотите увидеть Подходите к ледовой скульптуре «Далекая земля» и рассматривайте А если найдете, загадывайте желание А вдруг рыбка золотая? За эту забавную новость Яна получает в подарок сертификаты на полторы тысячи рублей На приобретение детских товаров А наш конкурс тем временем продолжается Обо всем, что вас радует или огорчает, вы можете сообщать, как всегда Через приложение «Вайбер» на номер 8-951-952-02-22 Мы же на этом прощаемся Встречайте завтра Дмитрия Гаврилова И ни в коем случае не унывайте Удачи и до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова